Мне неинтересно смотреть на все эти глупые разговоры на том же самом Петербургском экономическом форуме о том, как нам стабилизировать российский рубль. А как вы его стабилизируете, если у вас свободное блуждание капитала? Еще раз повторяю, что применительно к России это означает, а, что можно свободно заходить мародером, а потом наполнять чемоданы и мешки награбленным и свободно выходить из этого дома. А второе, что экономика России, она становится неуправляемой. Сегодня мы продолжаем цикл беседки, посвященных анализу аргументов в пользу того, что Россия не обладает полным суверенитетом в экономической сфере. И, конечно, эта тема очень важна, и поэтому я передаю вам слово для того, чтобы посвятить нас в тайные лабиринты утечек и притока капитала в нашу страну. Да, ну мне хотелось бы еще раз напомнить пять основных аргументов. Я просто телеграфным языком повторю. Первое – это статус Центрального банка, который себя считает независимым от государства. Второе – это направленность деятельности Центрального банка. Центральный банк развернутся спиной к российской экономике, а повернутся в сторону остального мира, прежде всего западного мира. И эта ориентация Центрального банка особенно хорошо видна по структуре активов Центрального банка, о чем мы с вами говорили в прошлый раз. Третье – это, значит, свободное движение капитала, трансграничное движение капитала. Четвертое, напомню, это, значит, отсутствие каких-либо барьеров для движения капитала, то есть товаров, извините, после вступления России в ВТО в 2012 году практически иностранные товары заполонили российский рынок и уничтожают остатки российского товаропроизводителя. Ну и пятое – это деятельность большой четверки аудиторских компаний, которые практически имеют доступ к любой экономической информации. И мало того, что они добывают информацию, в том числе секретного характера, они еще как аудиторы выдают рекомендации, фактически они косвенно участвуют в управлении экономикой страны. А теперь подробнее о третьем пункте – это трансграничное движение капитала. Напомню, что вот в 1944 году, когда проходила Бреттон-Вудская конференция и обсуждали послевоенное устройство финансово и валютного мира, то страны договорились о следующем – о том, что будут существовать возможности для стран вводить ограничения и запреты на движение, трансграничное движение капитала. Это было очень важно, потому что в противном случае не удалось бы выстроить всю эту валютно-финансовую конструкцию, краеугольным камнем которой были стабильные валютные курсы. Потому что если начинается свободное облуждание капитала через границу, то тем самым стабилизируется валютный курс национальной денежной единицы. А тогда рушится вся эта конструкция. Поэтому исходили из того, что если страна чувствует себя уверенно, если она может управлять своим платежным балансом, то она может управлять и валютным курсом своей денежной единицы. Если она считает, что можно свободно выпускать и впускать капитал, и это не будет сильно отражаться на валютном курсе национальной денежной единицы, пожалуйста, это делайте. Но никакого императива на открытие границ для трансграничного движения капитала со стороны участников Бреттон-Вузской конференции, а в дальнейшем Международного валютного фонда, не было. Простите, если я правильно понимаю, чтобы и зрители наши понимали, это понятно, что когда слабенькая экономика в таком довольно разобранном состоянии с нестабильной валютой, она становится площадкой для игр спекулянтов. Там можно будет искусственно создавать переизбы спекулятивного капитала, обрушивать курс национальной валюты. На этом очень серьезно наживаться, что мы и наблюдаем в течение многих десятилетий. И потом этот спекулятивный капитал спокойно обратно уплывает вместе с прибылью. Так я понимаю, вот те угрозы, которые в 1944 году были. Я думаю, что другой аспект затрагиваете. Это вы затрагиваете аспект того, что иностранный капитал является средством эксплуатации стран. Но дело в том, что на обретом русской конференции, где участвовали почти исключительно страны капитализма, как бы этот аспект вообще не обсуждался. Единственная страна социализма – это был Советский Союз, представленный заместителем наркома внешней торговли господином Степановым. Но там никакой идеологии не было. Там в основе всей этой системы было именно то, что мы должны восстановить разрушенную войной экономику. Для этого нужно развивать внешнюю торговлю. Для того, чтобы развивать внешнюю торговлю, необходимы стабильные валютные курсы. Чтобы были стабильные валютные курсы, для этого необходимо поддерживать устойчивость платежных балансов. А что дестабилизирует платежные балансы? Это, прежде всего, движение капитала. Если, скажем, в отношении валюты, необходимой для обслуживания текущих операций, прежде всего, внешне торговых операций, свободная конвертация, свободное движение валюты, то в отношении капитала такого свободного движения капитала не могло быть. Иначе вся конструкция тогда бы расшаталась. Вы затратите уже другую, не менее важную сторону вопроса, что этот капитал действительно перемещается через национальные границы не просто ради искусства или ради каких-то путешествий, а ради того, чтобы действительно получать прибыль, для того, чтобы кого-то эксплуатировать и кого-то грабить. Ну, это уже, я бы сказал, такой социально-экономический аспект проблемы. Но я хотел бы сказать, что ведь эта британутская система, она долго не могла существовать. Ведь получалось следующее, что Соединенные Штаты вроде бы как получили возможность с помощью печатного станка оплачивать импортные товары и услуги. Но первые где-то 10 лет Америка в силу ряда причин, она оставалась мощной. И торговый баланс, даже не первые 5, первые 15 лет, до 60-го года у Соединенных Штатов был активный торговый баланс. И, собственно говоря, воспользоваться печатным станком для завоевания мира у хозяев денег не было особой возможности. Потому что что такое американский доллар? Американский доллар – это долговая расписка. Долговая расписка появляется тогда, когда Соединенные Штаты превращаются в должника. Они не превращались пока в должника, потому что у них была мощная экономика. Должниками были другие страны. Но в 60-м году Европа встала на ноги. И уже в торговле Европы Соединенными Штатами баланс торговый стал складываться в пользу Европы. Вот тогда доллары стали появляться в Европе. И этот процесс стал быстро очень нарастать. Очень стал быстро нарастать. И, в общем, вы знаете, и все, наверное, знают о том, что Бреттон-Узская конференция, вернее, ее решение приказали долго жить. И майская конференция в 76-м году провела решение о демонетизации золота и о том, что, значит, доллар становится мировой валютой. Ну, а что из этого следовало? Из этого следовало, что, значит, можно и нужно осваивать весь мир с помощью печатного станка. Вот. Для этого необходимо было отказаться от решения Бреттон-Узской конференции о том, что страны имеют право, значит, ограничивать, изобретать трансграничное движение капитала. А как же тогда американский доллар будет осваивать чужие территории? Поэтому через Международный валютный фонд, в котором Соединенные Штаты были ключевым акционером, главным акционером, они стали проводить решение о том, что, мол, нехорошо, значит, закрываться, надо, значит, вводить какие-то послабления, а может быть, и вообще отменять ограничения на трансграничное движение капитала. Я деталей не рассказываю, я только общими мазками рисую историю вопроса. В 80-е годы, в 80-е годы рождается вот этот неформальный документ, который мы называем Вашингтонским консенсусом. Первый пункт Вашингтонского консенсуса – это, значит, требование о снятии каких-либо ограничений для трансграничного движения капитала. И тут уже было не так, как было в Бреттон-Авудских документах. Там было на ваше усмотрение, а здесь императив, вы должны снять, вы должны отменить ограничения на трансграничное движение капитала. А если вы отменяете такие ограничения, то фактически, а, вы становитесь потенциальным объектом набегов вот этих самых спекулянтов, или как их называют там инвесторов, экспортеров капитала. И с другой стороны, вы теряете возможность управлять своей национальной экономикой. Вот чем дело. Безусловно, что процесс шел туго, но этот процесс, он резко ускорился в конце 80-х, в начале 90-х годов. Вот когда, значит, закончилась холодная война, то процесс либерализации, как это говорят, либерализации движения капитала, он резко ускорился. И тут уже подняли флаг глобализации. А какая же глобализация без снятия ограничений на трансграничное движение капитала? В твердом остатке, еще раз повторяю, что это делалось ради того, чтобы можно было свободно заходить в экономику страны, грабить ее, выносить награбленное. И, во-вторых, что фактически через так называемые иностранные инвестиции в национальную экономику данной страны можно было устанавливать контроль над вот этой самой национальной экономикой. По сути дела, она теряла черты в национальной экономике. Я очень обобщенно говорю, тут масса интересных деталей. Но обратите внимание, когда, значит, был кризис 2007-2009 годов, это было очень серьезное испытание для капиталистической модели экономики. Честно говоря, многие перепугались. Перепугались в том числе и в США, перепугались в Международном валютном фонде. Некоторые страны, они все-таки вводили такие ограничения, чтобы как-то защититься от этого мирового финансового цунами. Потом проходил разбор полетов в том же Международном валютном фонде. Он проходил, конечно, тихо при закрытых дверях. И особенно они не афишировали те рекомендации, которые родились на этих встречах. Рекомендации такие, что если наступает совсем уж очень острый момент, то на некоторое время в определенных масштабах можно, значит, вводить ограничения запреты на трансграничное движение капитала. Некоторые страны пользовались в истекшем десятилетии этой возможностью. Им не прижимали хвост, их там никаким образом не третировали. Что касается Российской Федерации, то Российская Федерация практически за 30 лет своего существования никогда не вводила каких-либо ограничений на трансграничное движение капитала. Да, изначально были такие ограничения в 90-е годы, но они постоянно, постепенно снимались. Последнее снятие ограничений датируется серединой нулевых годов, когда были внесены поправки в федеральный закон о валютном контроле и валютном регулировании. Все, с тех пор, собственно говоря, свободное хождение капитала через границу. И поэтому мне неинтересно смотреть на все эти глупые разговоры на том же самом Петербургском экономическом форуме о том, как нам стабилизировать российский рубль. А как вы его стабилизируете, если у вас свободное блуждание капитала? Еще раз повторяю, что примитивное к России это означает, а, что можно свободно заходить мародером, а потом наполнять чемоданы и мешки награбленным и свободно выходить из этого дома. А второе, что экономика России, она становится неуправляемой. Это очевидная вещь. Я тут привожу такой пример, значит, пытаться, значит, стабилизировать валютный курс рубля. Это примерно следующее. Вот вы живете в загородном доме, в загородном доме у вас газовый котел, на газовом котле есть регулятор температуры. Ну, и понятно, что для нормального человека где-то отметка регулятора должна быть примерно в диапазоне 20, ну, максимум 25 градусов по Цельсию. А если вы зимой открываете окна и двери, то даже если вы поставите отметку на 100 градусах, все равно вы будете иметь в доме отрицательную температуру. Вот что такое, значит, снятие ограничения на движение капитала. Вы не в состоянии регулировать собственную экономику. Ну, а в данном случае под регулятором я имею в виду ключевую ставку Центрального банка. И вот эти совершенно классические, глупые разговоры о том, значит, повышать нам или понижать ключевую ставку. Честно говоря, просто такое ощущение, что какой-то дурдог. То есть это вот некие манипуляторы сознанием человека. Они, значит, говорят, а как, у нас инфляция, а мы должны каким-то образом гасить эту инфляцию. Но мы будем ее гасить ключевой ставкой, потому что иначе-то у нас реальная процентная ставка по депозитам и кредитам уйдет в минус. Ну, вот понимаете, вот напоминает мне такую сумасшедшую девушку, которая живет в загородном доме и при этом пытается согреться. Я думаю, вы... Вот если бы она замерзла, мерзнет вся Россия. Ну, я думаю, что здесь мы действительно наблюдаем какую-то паранормальную ситуацию, потому что, ну, не зря же все-таки метафилософы, глобалисты объявили нашу эпоху эпохой всеобщей лжи. И в этом страшном хоре лжи, который идет сверху, снизу, сбоку, справа, слева и наполняет вот этой мишурой, так сказать, все вокруг нас, ну, действительно, голоса правдивые, они практически теряются, они не слышны. А интернет, который наполнился всякими развлечениями, какой-то суетой, какими-то троллями и так далее, он вообще полностью превращает в какую-то бессмыслицу. И я обращаю внимание на то, что в этих условиях, например, я иногда слышу такие слова, для России перспектива – это глобальная энергетическая держава. Энергетическая держава. То есть это значит, что энергетика минус все остальное. То есть труба, опять же, обижаются они, что называют бензоколонкой нас и так далее. А на самом-то деле так оно и происходит. И вот эти ловкие люди, которые пятая колонна, которые пробрались во власти, и там крепко очень засели их хозяева, они действительно постепенно разными способами, в том числе и таким, о котором вы сейчас так прекрасно рассказали, они нас постепенно выкачивают из нас все соки, ликвидируют все остатки живого. Я, знаете, приведу такой пример. Не знаю, подойдет он к этому случаю или нет. В свое время я разговаривал с Валерий Павлиновичем Шанцевым по поводу нашей автопромышленности автомобильной. А тогда московское правительство пыталось спасти ЗИЛ и АЗЛК. Ни тот, ни другой спасти не удалось. И постепенно сейчас там строятся новые жилые кварталы и прочее. И мы так заговорили, он говорит, ну ты понимаешь, по нашей внутренней информации собрались крупнейшие автомобильные, так сказать, вот эти вот державы и крупнейшие концерны автомобильные, и договорились, давайте вложим миллионов двести в разрушение, не в созидание, а в разрушение советского автопрома. Ну, а там и подкупы, там и, значит, рейдерские захваты, там и, значит, различные другие диверсионные, легальные и нелегальные способы борьбы. Это понятно. Зато мы получим рынок примерно в 2-3 миллиарда долларов под такой ценой. Ну, нетрудно посчитать, сколько надо затратить, чтобы вот этот рынок, и они его получили. У меня такое ощущение, что вот точно так же постепенно выбиваются другие звенья нашего народно-хозяйственного комплекса, за исключением тех, которые либо контролируются уже западным капиталом, либо которые относятся к сфере спекуляции. Я в 93-е годы работал в праве Всемирного банка, и поэтому наблюдал такие случаи, о которых вы сейчас рассказали, что действительно иностранный капитал внедряется в предприятие, в компанию, а затем происходит искусственное банкротство этой компании. Таким образом расчищается рынок, уничтожаются конкуренты, рынок емкий, и поэтому эти затраты на подрыв компании российской, они окупаются буквально за год, за два. Вот примерно так. Я хочу еще рассказывать о том, как используется техническая помощь для того, чтобы уничтожать российские предприятия, но это тема отдельного разговора. Да. А между прочим, окупаемость в год-два считается сверхприбыльной. То есть ради такой окупаемости капитал пойдет за любые моря и за любые, так сказать, леса. Ничего его не остановит. Это очень высокая окупаемость и рентабельность. Обратите внимание, что на протяжении многих лет наши власти, они особенно ревниво охраняют в посягательстве именно эту позицию. Позицию по свободному движению капитала. Я внимательно отслеживаю выступления всех руководителей, включая премьер-министра, включая президента, включая министра финансов и включая руководителя Центрального банка. У меня есть досье на этот счет. Не было ни одного выступления, в котором бы ставилось под сомнение сохранение вот этого свободного режима. Более того, значит, во многих случаях это такие испуганные выступления типа того, да вы что, нет, нет, мы обязательно сохраним. Без этого никакого рынка быть не может. Особенно наглядно по этому вопросу видно, что люди отрабатывают чьи-то вот серебряники. Ну, кстати, Валентинович, я сегодня слышал, что «Справедливая Россия» вошла в Госдуму с предложением ввести базовый основной доход. И какой-то депутат от «Справедливой России» от этой новой партии Миронова-Прилепина, значит, выдал, так сказать, вот это вот «Димарш» сделал, будет, наверное, рассматриваться. Ну, представьте себе, какая сумма базового основного дохода – 10 тысяч рублей. 10 тысяч рублей. Базовый доход – это какое-то пособие. Пособие, да. Нет, но названо именно так. Мы с вами несколько раз к этой теме обращались. А я думаю, это уже… Вы сами обсуждали этот вопрос, такой базовый доход. Базовый доход, он начинается от прожиточного минимума и выше. Ну, у нас считается прожиточный минимум как раз в этих пределах чуть-чуть больше. Но я сейчас о другом. Я говорю о том, что, похоже, идет такая подготовка в преддверии окончательного разрушения мелкого и среднего уклада, когда огромная масса населения, работа трудоспособного, она будет выброшена практически из хозяйственного оборота, из трудовой деятельности, и надо как-то решать вопросы с ее дальнейшим существованием. Вы знаете, я хотел еще несколько слов сказать по поводу питерского форума. Слышал краем уха, что там выступал Дерипаска. Он, вообще-то, достаточно часто выступает критически, но тут какое-то было странное выступление, типа вопросы к президенту на каком-то там круглом столе или пресс-конференции, типа того, что я уверен или я знаю, что в осени у нас все будет хорошо, и в России начнется приток иностранных инвестиций. Упаси нас, Господи, от притока иностранных инвестиций. Ну, конечно, их не будет, их не будет. Но удивительно, что Дерипаска озвучивает такие глупости. От него я уж точно не ждал таких глупостей. Вот. А так, если говорить насчет притока тока капитала, то, вы знаете, я регулярно слежу за статистикой платежного баланса, и могу сказать, что где-то статистика такая есть уже с 94-го года. Она есть и за первые годы 90-х годов, но там она менее надежная. В общем, за три десятилетия там было два или три года, когда, значит, фиксировался чистый приток капитала. Нет приток. Все остальные годы, почти 30 лет, это чистый отток капитала. Вот для чего нужна свобода движения капитала. Безусловно, что в чистый отток капитала входит как и тот иностранный капитал, который сюда заходил, так и, конечно, капитал российского происхождения. Но я хочу сказать, что, конечно, чистый отток капитала идет не только по статье движения капитала, но и по некоторым другим статьям платежного баланса. Ну, особенно по такой статье, как инвестиционные доходы. За 30 лет существования России позиция инвестиционных доходов всегда была с большим минусом. Иногда этот минус измерялся десятками миллиардов долларов в год. То есть это вот те самые дивиденды, те самые проценты, это та самая добыча, которую выводят вот эти самые мародеры под названием иностранные инвесторы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова